В правительстве обсуждают компенсацию больничных самозанятым, видите, то есть они не обсуждают налог на самозанятых, да, но если вы берете с них налог, то и без обсуждений, то тогда и не надо было больничные обсуждать, платите им больничные, ну а как так может быть, как по-другому-то? Человек работает, он вам платит, человек не работает, значит, вы должны ему платить, или тогда не берите у него деньги, когда он работает, он сам будет откладывать, артисты какие, представляете, прелесть просто, прелесть, такие умняшки, обсуждают они. В России ведут контроль за производством воды от скважин до прилавка, видите, как здорово. Знаете почему? Вы думаете, для того, чтобы вода была чистой и вас не отравили? Да нет, потому что при таком контроле там везде будут всякие акцизы, которые нужно посылать Усманову, нужно будет там целую кучу проверяющих, контролирующих оплачивать и прочие, прочие штрафы можно брать. Ну, в общем, классно. Обычная вода, да, вот такая, а сколько вариантов наживить. Так, Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт КПРФ, ну, тут можно было и не сомневаться, что все так очень сильно напряглись, пишут, что вот там как-то Роскомнадзор себя ведет неправильно, как он неправильно, он как раньше себя вел, так и ведет этот Роскомнадзор. То есть, политика искусства возможного, если они могут кого-то там заблокировать, кто призывает к выступлениям, они будут блокировать. Вы понимаете, что структура Зюганова не может не призвать к протестам, если она не призовет к протестам, ну, у кого же это оппозиционная партия? Понятно, что КПРФ никакая не оппозиционная, но роль-то это они должны играть, а поэтому должны призывать к протестам. Госдуму оснасят китайскими смартфонами, представляете, какая прелесть, да, смартфоны китайские будут, как они называются, компания Realme. Да, ну, Володин очень любит общаться с китайцами, понятно, что это такой лоббистский вариант, ну, что-то надо же депутатам подарить. Депутат приходит после выборов, новый там. И это такой нормальный бонус председателя или руководителя аппарата, кто там тратами занимается в Госдуме. Я понимаю, что там утверждает все траты Володин. Ну, вот это бонус этой компании, да, его команды. То есть, они покупают каждому депутату чемоданчик, каждому депутату телефончик, ну, и так далее. Вот, видите, 4,3 миллиона рублей, ну, сколько там маржа составляет? Ну, миллион, полтора, может, два, да. То есть, умыкнули. Ну, нормально, а у депутатов там телефончики, чемоданчики. Участие россиян будут изымать загранпаспорта. Ну, я думаю, что это те попадутся, кто должны денег, кто, ну, да, выходит с плакатиками, а в отношении их дела возбудили, должны их там куда-то посадить и так далее. Боятся, что они убегут, ну, и прочее, прочее, прочее. И это понятно, то есть, это так будет, поэтому загранпаспорта всегда прячьте. Даже если они обнулят, все равно вы сможете с этим паспортом убежать, если он у вас есть. Ну, то есть, механика какая? Если они у вас этот паспорт обнулят, но не забрали, да, вы не сможете, допустим, уехать через Шереметьево. Придете, там будет сторожок, у вас паспорт изымут, и все. Ну, зато вы можете с российским паспортом укатить куда угодно, в Армению, в Казахстан, в Киргизию, с российским, с обычным паспортом. Да, то есть, не показывает загранпаспорт, а оттуда уже загранпаспорт улететь куда хотите. То есть, вот такая механика. ФСО требует 1,3 миллиарда рублей со строителей резиденции Путина. Ну, то есть, вначале они все вместе похищали, да, деньги делили, теперь они этих строителей подставили. Ну, понятно, что эти строители воры и жулики, но такие же, как и все это ФСО. И, то есть, там сейчас разборки идут внутренние. Газпром экспорт назвал абсурдным обвинение недопоставка газа в Европу. Да, это понятно, что там недопоставок, я уверен, что нет никаких. Да, важны недопоставки, важна цена. Так, откуда она такая могла вылезти уже под тысячу долларов? Те слова, а что застрелился глава Следственного комитета по Пермскому краю? Ну, говорят, записку оставил там вот и записки, если прочитать. Ну, можем сегодня, вон там, человек оказывается верующий, просит прощения у Бога, у Спасителя Иисуса, да, и так далее, и так далее. Ну, странная ситуация, да, то есть, говорит, что он очень грешный, да, и обращается к Богу, не понимая, что самоубийство – это страшный грех. Не знаю, вы знаете, я, если мне скажут, что он железно покончил с собой, я не знаю, даже при оставленных записках иногда бывает, что все не так просто, да, и эти записки, ну, помните, как это, здесь сильно штормит, помните, как место встречи изменить нельзя. Записочку ведь можно любым путем получить. Ну, про это мы говорили про главу, что он там письмишко написал от Следственного комитета, неинтересно. Ну, как, уже так рассказали про это письмо. Ну, вообще, представители, правоохранители очень часто стреляются, оказываются весьма сентиментальными людьми, очень недалекими. Я же многих знал лично и общался, всегда у них какие-то слухи, всегда они пользуются какой-то абсолютно непроверенной, дикой информацией, да, то есть, как казалось бы, там человек следствием занимается, уголовные дела, понимает, как все это построено, да, и вдруг иногда такие вещи говорят, что, думаешь, блин, что-то с дуба рухнул, что ли, вообще, что несет-то? Причем это от души, это внутри очень высокая или, наоборот, низкая степень, лучше сказать, низкая степень культуры, хотел сказать, высокая степень бескультуры. Конечно, низкая степень культуры, недоученность вот эта, недочитанность вот эта у них, она вызывает иногда оторг, думаешь, блядь, вообще, о чем он говорит? Он что, в школе книжки, что ли, не читал? Кацин. Кацин. Субтитры создавал DimaTorzok